МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десногорское водохранилище стало отправной точкой в соревнованиях по плаванию на открытой воде. В Десногорске задержали подозреваемых в сбытии фальшивых купюр. Вы за что задерживались? За фальшивые подозреваемые купюры. А где данные купюры взяли? Мужный нос. Очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 20 апреля в здании администрации. На этот день в Десногорске нарастающим итогом выявлено 2186 случаев коронавируса. Выздоровело 2095 человек. Это более 95%. За прошедшие две недели коронавирусной инфекцией заболело 22 человека, 18 человек пневмонии. В основном болеют взрослые. Из 30 коек ковидного отделения МСЧ, 19 занято пациентами, 9 из которых с коронавирусом. При этом в Десногорске продолжается кампания по вакцинации. Препарат «Спутник Ви» уже получили тысячи горожан. На утро у нас вакцинировано первым компонентом 4437 человек. Соответственно, 3317 вторым компонентом. Всего вакцины было поставлено на сегодняшний момент 7175 доз. В целом сотрудники медицинской части оценивают текущую эпидемиологическую ситуацию как спокойную. Карантинные мероприятия проводятся незначительные. Один класс на вынужденных каникулах до 21 апреля в первой школе. А также одна группа детей в детском саду. Режим повышенной готовности в Десногорске продолжает действовать согласно указу губернатора. В этом году Десногорск стал местом открытия всероссийского соревнования по плаванию «Иверсвим». Серия заплывов проводится ежегодно на пяти водных площадках страны. Решающим аргументом в пользу проведения первого этапа состязания на берегу Десногорского водоема стала вода. Даже в апреле ее температура здесь выше средних значений по стране. Здесь, благодаря Росатому, у нас прекрасные возможности. Это и чистая вода, отличный водоем, и самое главное, комфортное для участников температуры воды. На пляж Десной съехались свыше 200 участников из разных уголков России. Брянск, Москва, Балашиха, Обнинск, Верхний Тагил – далеко не полный список городов-участников. Посетили смоленскую землю даже жители ближнего зарубежья – Украины и Молдовы. Каждым из них двигала любовь к спорту и здоровому образу жизни. Чем он меня привлекает? Тем, что, во-первых, это каждый раз преодоление себя, потому что это очень тяжелый вид спорта, нужно плавать очень много километров, чтобы чего-то добиться. В программу испытаний были включены эстафетно-командные и индивидуальные заплывы. Всего три дистанции – 950, 1900 и 5000 метров. В основном в заплыве участвовали опытные спортсмены, титулованные пловцы и участники спортклубов. Среди них отметились и жители Десногорска – работники атомной электростанции. Чаще такие мероприятия у нас проводились. Ну и, соответственно, теперь с ребятами будем общаться, будем теперь выезжать на их этапы, которые примерно поближе к нам. Самой захватывающей дистанцией оказалось расстояние в 5 километров. Женщинам удалось преодолеть ее за 1 час 22 минуты, мужчинам – за 1 час 8 минут. Награждение также строилось по возрастным категориям. Участники категории 50 плюс доказали, что этот спорт не имеет возрастных границ. У нас были участники, самому старшему было 82 года, самому младшему у нас есть и детские заплывы, где-то в 6 лет. Победители и призеры были награждены памятными сувенирами и эксклюзивными медалями с символикой «Росатома». Успех прошедшего заплыва позволяет строить планы на будущее. Надеемся, что в следующий раз здесь будет больше участников. И, открою небольшую тайну, вполне возможно, то и закрытие плавательной сезона 2021 года будет проходить тоже в Деснокорске. Данное мероприятие проводится в целях популяризации спортивного и любительского плавания. Можно сказать, что 18 апреля Десногорск приобщился к большому спорту. Ведь уже более пяти лет плавание на открытой воде включено в программу летних Олимпийских игр. В Десногорске сотрудники полиции установили подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр. В марте этого года в ОМВД России по Десногорску поступили сообщения из трех магазинов об обнаружении в каждом из них по одной подозрительной купюре номиналом в 5000 рублей. Позже экспертиза подтвердила, что банкноты оказались поддельными. В ходе специальных мероприятий полицейскими были установлены личности подозреваемых в сбыте фальшивок. Ими оказались женщина и мужчина из Десногорска. Подозреваемые признали, что получили фальшивки у своего знакомого. Вскоре он также был доставлен в отдел полиции. У него обнаружено и изъято еще семь поддельных банкнот. Установлено, что последний приобрел их в Москве, обернувшись в Десногорск, передал для реализации друзьям. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи Уголовного кодекса «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении подозреваемых мужчин избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие. В конце выпуска о погоде. 22 апреля в Десногорске пасмурно, дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 4. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч!